К сожалению, Владивосток вообще на своей территории, если говорить честно, не имеет парков в нормальном понимании этого слова. Потому что все, что мы имеем, это какие-то скверики, какие-то там небольшие пространства. Городу катастрофически нужен парк. Ну вот хотя бы сначала один. Хорошая идея начать с парка Минного городка. Там, мне кажется, можно реализовать очень много интересных идей. Парк Минного городка – это один из самых больших парков в черте Владивостока. Более того, это место с необычным для парка прошлым. В конце XIX века на территории, укрытой сопками, расположенной вдали от береговой линии, находились минно-артиллерийские склады ТОВ. Парком Минный городок стал в 1985 году. Памятная табличка на камне гласит, что парк построен методом народной стройки, трудовыми коллективами и молодежью города к 125-летию Владивостока. Парк Минного городка был излюбленным местом не одного поколения. Здесь можно было прогуляться в лесной зоне, сходить в кино или развлечься на аттракционах. Но в 90-е репутация парка пошатнулась, и со временем это место пришло в запустение. Вдохнуть вторую жизнь в парк уже пытались много раз, но всегда чего-то не хватало. Из последнего здесь положили асфальт, заменили лестницы и поставили новые лавочки. Сейчас в планах большая реконструкция. Группа молодых людей, которые выросли рядом с парком, выступили инициаторами перемен. Мы застали его уже в упадке, и поэтому у меня нет ощущения, что он стал плохим. Он всегда был таким, и в каком-то смысле в нем даже есть какой-то определенный шарм. В начале 2020 года Дирекция общественных пространств города Владивостока совместно с творческой командой «Конкрет Джангл» начали создавать концепцию развития парка Минного городка. Очень важно в проектировании таких пространств, которые не являются зданиями или сооружениями, а более такими плоскостными пространственными объектами, постоянно находиться в пространстве, постоянно приезжать в парк. И вот в течение года, пока велась работа, мы и с нашей компанией, и с Дирекцией общественных пространств стабильно раз в неделю, два раза в неделю мы были в парке. Парк – место отдыха жителей и гостей Приморской столицы. Поэтому было решено развивать пространство, опираясь на мнения жителей города, представителей бизнеса, активистов, ученых. Для этого команда провела опрос. Около 11 тысяч человек поделились своими желаниями. Это запрос именно на такой участок большого зеленого пространства, где можно позаниматься всякими духовными практиками, спортом. Еще один популярный запрос – точки общепита. Причем многие респонденты желают видеть на территории парка именно пекарню. В итоге полгода исследований вылились в единую концепцию с летним кинотеатром, спортивными площадками, зонами каворкинга, местами для игр с питомцами и многим другим. Сейчас масштабный проект может увидеть каждый на специально созданном сайте Минного городка и дополнить его своими идеями. Хотелось бы, чтобы больше было места для людей. И в частности это место, потому что, если так разобраться, не будто Боляева, Лугова – это единственное место, ближайшее, куда можно просто выбраться и вечером прогуляться или выходной день. Кстати, исследование показало, что в шаговой доступности от парка проживают 97 тысяч человек, что сравнимо с населением города Артем. Именно поэтому в концепции продумана инфраструктура для развития городских сообществ, лектории, Центр современного искусства и пространство для малого бизнеса. Реализовать проект планируют к концу 2023 года, но многие горожане полны скепсиса. Мы видим общее настроение горожан, что действительно многие пишут, концепция нравится, но мы сомневаемся в реализации. Но здесь очень важно понимать, что главное – просто каждый этап делать хорошо, и тогда мы увидим финальный результат, собственно, тот, который мы ожидаем. Поэтому творческая команда и дирекция общественных пространств города Владивостока просит горожан зайти на сайт парка, посмотреть концепцию и дать обратную связь. Что понравилось, что нет, а что необходимо добавить. Ведь еще есть возможность внести правки и вместе создать то пространство, которое будет по душе каждому. Алина Черненко, Игорь Болтов, Новости на Восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова